Тарифы для проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам увеличиваются. Если до сих пор за километр дороги грузовики платили 2 рубля 4 копейки, то с 1 февраля эта плата увеличивается на 16 копеек. Теперь километр стоит 2 рубля 20 копеек. В Минтрансе пояснили, что проиндексировать пришлось из-за изменения индекса потребительских цен. Росавтодор опубликовал на своем сайте подробности этих изменений. По оценкам ведомства, с 2015 года в общий котел уже собрано почти 95 миллиардов рублей. И потратили их на ремонт почти 3000 километров дорог и 30 мостов. С 1 февраля пособия, социальные выплаты и компенсации вырастут на 3%. Минтрут опубликовал соответствующее распоряжение у себя на сайте. Ежемесячные денежные выплаты увеличиваются героем Советского Союза, героем России и полным кавалером Ордена Славы, а также инвалидам войны, инвалидам первой, второй и третьей групп. Немного подрастут компенсации инвалидам на содержание, лечение собак-поводырей, а также пособия женам военнослужащих. Кроме того, с 1 февраля будут проиндексированы выплаты на погребения, а также выплаты при травме на производстве и по профзаболеваниям. Кроме того, проиндексируют набор социальных услуг. Его стоимость составит 1155 рублей 6 копеек в месяц, в том числе на обеспечение лекарственными препаратами 889 рублей 66 копеек. Это новость от Министерства промышленности России. С 1 февраля поставщики фототоваров обязаны зарегистрироваться в специальной системе мониторинга оборота фототоваров. Все они подлежат обязательной маркировке. Фотокамеры, фото вспышки, лампы вспышки обязательно подлежат регистрации. А еще с 1 февраля в России часть законов отправят в архив списки устаревших. Попало, например, постановление Совета народных комиссаров от 1923 года о мерах борьбы с проказой. Также постановление 1935 года о прыжках с парашютом и другие документы. По оценке Минюста в списке без малого 4 тысячи разнообразных устаревших законов и указов. Юлия Парунова, Александр Зюзяев. Наши новости.